Девушки отдыхают Это не инструкция к выживанию или тому, что нужно делать в настоящее время, это опыт, через который мы проходили, стремление создать мобильные версии журнала, мобильные версии своих интернет-ресурсов. Это скорее какой-то фактаж того, что мы действительно делали и с чем столкнулись. Итак, если рассмотреть предметную область, с которой мы имеем дело, если у нас есть некий веб, условное отделение, это могут быть контентные проекты, это могут быть сервисные, стартапы, порталы, все что угодно. Для принта это, ну, очевидно, газеты там, где есть, быстрый поток контента, ежедневка, журналы, ежедневники, которые принципиально по-другому подают контент, и это другой контент. И, в общем, название «Глянец», куда нужно ввести ежедневники с какими-то более выверенными, более дорогими материалами. С какими проблемами мы сталкиваемся и какие решения мы для себя в первую очередь из этого всего вынесли? Проблема номер один, которая часто очень звучит, это «принт умрет». Ну, «принт» не умирает, уже много раз достаточно ненитые эксперты предрекали ему обидель в скором времени, буквально завтра-завтра потвор, «принт» все равно жив. И, скорее всего, он будет жить, по крайней мере, для нас. Это стратегия, ну, достаточно долговременная, на самом деле, 5-7 лет, но это долго. Можно на этом успокоиться, но можно выпустить планшетную версию и успокоиться на ней. Мы не рассматривали, в принципе, мобильные телефоны как средства дистрибьюции контента именно принтовых версий. Это немножечко не тот формат. Другая проблема, которую я часто решаю в неделю с проекта, это все идут в мобильные решения, где тоже необходимо там быть. Очень важно понять, зачем. Не просто быть, а для чего, какие вопросы, какие проблемы будут решены. То же самое относится, если нет никакого проекта в принципе, но есть желание что-то с этим сделать. Просто на примере, версия для iPad. То, с чем многие скалкиваются и зачастую попадают в информационный вакуум. Казалось бы, есть решение, есть большие консалтинговые дома, есть решение от Adobe, о гинокин-дизайне, которые просто не позволяют узнать, что будет для iPad. Например, вы должны для себя ответить на один главный вопрос. Если у вас слишком 30 тысяч долларов, просто на эксперимент, просто на 30 тысяч долларов. Если есть, то никто не парится, просто запускает в работу. Что вам понадобится? Это, в нашем понимании, опять же, может быть, кто-то сделает сам оптимальнее, привлечь консалтинг. Самый дешевый вариант пойдет за примерно 500 долларов в месяц. Это люди, которые помогут оптимально построить workflow и помогут избежать каких-то очевидных подводных камней. Для них очевидных. Статус для новичка, они достаточно могут быть интригиальными. Необходимо начать, необходимо купить технику, необходимо приготовить какую-то базовую архитектуру, базовый дизайн. Подготовиться к процессу запуска, называемого мобильной версии. Этот запуск должен стартовать в тот момент, когда у вас готов материал номера. Есть workflow печатного номера и необходимо практически параллельно запускать верстку и мобильной версии. Вкратце я попытался просто проиллюстрировать затраты, которые будет нести команда, не команда, простите, проект, из расчета выпускать мобильную версию всего лишь на всего полгода. За полгода, по крайней мере, будет понятна судьба этой версии, пойдет, не пойдет. Итог, это очень скромный расчет. Для начала, главный вопрос, что такое мобильная версия. Очень часто, ну, мы, по крайней мере, наступали на граф для определения. И выяснили для себя, что мы будем в дальнейшем различать мобильные версии, которые идут для телефона, неважно какого разрешения. Главное, что диагональ, это плюс-минус 4 дюйма, там по полдюйма в разной стороне не играет, но это то, что помещается в руку. И абсолютно не важно, какое там количество точек. Вся экономика этого устройства ограничена определенным количеством дюймов. То, что воспринимают глаза. Какой бы там шрифт не был, но 4 дюйма – это довольно маленький размер. Вот примеры реализации, это не исчерпывающий, в любом случае, вариант, то, что делали для версии айфона, андроида и html-версии журнала корреспондент. Сходу даже тяжело понять, в чем разница. Можно не тратить дополнительные ресурсы, сделать просто html-версию для мобильного телефона, но стоит учитывать специфику потребления, например, айфоновские пользователи, в большинстве своем, как почитаю, захачивать приложение, чем смотреть что-то из веба. Почему-то так не происходит. Планшетная версия. То, что свыше 7 дюймов, то, что уже немножечко разгружает глаза. Здесь, наверное, важное количество точек. И все-таки это не самоцепно. Плакой пример. На этот пример мы потратили приблизительно 5 недель. Идея была, которая в самом начале иллюстрировалась. Все бегут в мобильный мир, мы хотим сделать для корреспондента, там чатное приложение. Летели на планшет и сделали в результате только для айпэда. Оказался самый простой вариант. И главная наша ошибка в том, что подход был, точнее, 2 идеи было заложено в этом подходе. Адаптировать навигацию для пальцев. То есть предположить, что мы работаем не мышкой, а пальцами. Сделать удобную навигацию для пользователя. И адаптировать дизайн так, чтобы он хорошо вкладывался на 1024 точки. Вот для первого айпэда. Вот, собственно, то, что мы и сделали. И вот эту вот версию, эта версия подтвердила провал. Примерно за месяц-полтора-два она набрала полторы тысячи пользователей. И больше она не росла. В то время, как старая ПДА-версия, ну, мы ее называем ПДА-мобильная версия для маленьких телефонов, продолжала расти и за тот же период показала рост в два раза больше. Сейчас что-то около 15 тысяч пользователей в день. Пустары, добрые ПДА-версии. Порядка полторы тысячи вот этого решения. Здесь есть возможности рекламы. Раз баннер, два баннер, три баннера. Какое-то брендирование. Но это такой небольшой фейл, правда, дешевый. Мы потратили на него всего лишь пять недель. Получили хороший опыт. И результат вот этого опыта, вторая версия, она хитро похожа на CNN. Здесь принципиально другой способ подачи контента. Мы решили не пытаться изменить навигацию. Человек сам разберется с навигацией. Мы изменили способ подачи контента. Сделали на наш взгляд самое главное то, что будет отличать вебовую версию от планшетной. Много статистики из разных. Говорится, что пользователи iPad 80% времени с iPad проводят где-нибудь в кровати в тот момент, когда они отдыхают, когда они расслабляются. В тот момент, когда человек расслабляется, наверное, вряд ли он будет читать огромное количество серьезных текстов. Поэтому визуал. Еще из опыта выяснили, что все, что делается для планшетных версий, должно нести некий налет развлечения. Это кифан. Если фана нет, то нужно сделать хотя бы какую-то подачу, которая подразумевает не совсем серьезное, не совсем традиционное представление того, что вы хотите дать. Ну, кроме того, полночетные версии открывают массу возможностей потока творчества для рекламы. Тут может быть и брендирование, и перекрываемые, и слэш-скрины для бонеронов, все что угодно. В этот пример он не относится ни к тому, ни к другому. Это, скорее, такая врезка небольшая. Ребята из точки, тоже один из наших проектов холдинга, они сделали приложение для Samsung Smart TV. Появляются умные телевизоры, сколько там в интернете, кроме новых прощивок, которые позволяют проигрывать нелицензионные очередные IP-шки, можно сделать вот что-то подобное. И прямо обычно пользуются телевизором. По крайней мере, есть несколько концептов умных домов, и один из них говорит о том, что центр умного дома станет не компьютером, а телевизором. что-то интересное в этом мы видим. В конце концов, нам надо будет для себя при создании версии перечислить, что же мы должны учесть, и какие есть подводные правы, наши ресурсы, наши отдачи. То, что уже я рассказал, какие задачи мы хотим решить мобильные версии, кто, как. Это тоже очень важно будет ей пользоваться. Расходы. Немного важная статья. Если делается, например, просто HTML 5-ая версия, хорошо, но почему-то, как я упоминал, айфонщики предпочитают закачивать приложение, чем пользоваться просто HTML. Поддержка в App Store. Если вы создаете просто приложение, это одна программа в App Store. Если вы создаете журнал с возможностью подкачки номеров, здесь будет интересный подводный камень, потому что за бесплатный номер вы обязаны заплатить App Store какие-то деньги. Там цена колеблется в 20 тысячи процентов, то, если не ошибаюсь, 40, ну, в среднем 30 центов за закачку бесплатного номера. Другими словами, у нас свойство есть в аудиторию, например, iPad, если вы сразу не видите способа монетизации своего продукта. Из того, что мы анализировали, мы увидели один продукт с быстрой монетизацией, это гастроном российский. Он сразу брендировался под рекламодателя, там сразу был поток, денежный поток, скажем так, который поддерживал издание. Все остальные, ну, например, если посмотреть тот же за рулем, да, интересный контент, там даже внесен какой-то файл, какие-то штучки, но ничего особенного, принта его, ну, мало что, наверное, отделяет, да, есть какие-то ролики, что-то там дополнительное, но, будет ли человек покупать этот номер, это большой вопрос. Как правило, пик интереса любое издание переживает в течение первого номера, а он-то как раз как правило, бесплатно. Идет всплеск заказчик, потом интерес начинает угасать. Наверное, поэтому ребята из Financial Times сделали HTML5-версию, мы с нашей провальной идеей запустились, по-моему, недели на три раньше, чем мы видели FT, это по FT-комп, когда мы видели FT, конечно, мы были поражены, как нужно правильно это делать, но оправдан для себя, что мы были пионеры и не видели никаких примеров перед своими глазами. Итак, мобильная версия, контент, вы можете создавать нативные приложения, под все платформы можете сегментировать, можете нет. Android iOS, примерно миллион пользователей, Android чуть быстрее растет. Кроме этого, есть другие популярные платформы. HTML5-единная версия по всех. Вроде бы, с этой стороны лучше, но есть слабые и сильные стороны. Для приложений сильная сторона это слева-справа можно сделать оригинальную подачу. HTML5 все-таки немножко вернее, чем у нас возможность кастомизации, нужно удержать какой-то привычный интерфейс. Очень важно, что можно просматривать любой контент в офлайне. Есть помощь в дистрибьюции. Если вы продвинулись в App Store, то он выполняет за вас роль дистрибьютора. Естественно, большая рекламная возможность. Один из наших проектов, Gloss.ua, имея посещаемость на самом сайте порядка нескольких десятков тысяч хостов и количество заказчик iPhone-версий около десяти тысяч монетизировал iPhone-версию так, что сайту это даже не то, чтобы не снилось, но это был разрыв по количеству пользователей и объему привлеченных денег нам бы у нас есть. Ну и вместе с тем слабые стороны. Вам надо поддерживать параллельную верстку, вам нужны лицензии, дополнительная команда. В случае iOS-отчисления в App Store этого никуда не деться, иначе они не будут помогать дистрибьюции, а проект могут вообще заранить. Под платформу вам нужно затратить намного больше времени на внедрение каждого из решений и какие-то предложения под разный вопрос. HTML-нет дает единую версию для всего. Достаточно проста сама по себе поддержка. Это можно представить некую базу данных с фронт-эндом вывода. Легкая модификация доступна справа только в онлайне, потому что почти минусы. И сам по себе стандарт пятого HTML-а, мы на практике столкнулись, он достаточно нестепелен, что бы там ни говорили, но есть свои бока и на Android, и на iOS, их надо учитывать, но они относительно легко решают. Наверное, главное тоже вопрос, зачем она вам надо. С одной стороны, у нас есть более миллиона пользователей смартфонов, это та аудитория, на которую решили цели дьмы. Мы не делаем приложений под версии, под старые Nokia с Symbian, мы пока не рассматриваем Windows 7, какие-то другие экзотические платформы, где достаточно маленькая аудитория, но пытаемся идти там, где аудитория все киши. Есть с точки зрения, опять же, рекламодателя премиальная аудитория. Зачастую с iPhone бегают дети, у них на карточке может лежать три глины на последнюю смс, но это iPhone. все равно эту аудиторию считают премиальной. Есть несколько независимых источников, которые привлекают в районе 2014-го 2013-го года за горами перелом мобильной версии против стационарных версий. Не совсем понятно, как в мире будет распределяться использование. В Штатах наверное раньше у нас наверное тоже, но очевидно, что рано или поздно доля мобильного интернета перебьет интернет стационарно. Но с другой стороны рекламный рынок поделен старыми монстрами динозаврами, которые тоже потратят что-то делать, тоже идут в мобильной версии и составляют здесь как оппозицию. Наше мнение внутри компании, что в мобильной версии нужно идти в любом случае. Может быть раньше, может быть позже, но уже если вы создаете что-то специфическое для мобильных пользователей. Вам нет смысла идти сразу в веб, вам есть смысл сразу ориентироваться на пользователей мобильных с геалокацией, с людьми фишками, которые там есть. Второе, это уверенность в быстрой монетизации. Возможно это как следствие первого, возможно нет. Например, Gloss.ua это был, пожалуй, первый продукт в Украине, который показал онлайн его и афишу, потому что было открыть не пользовался, открыть самопредложение по GPS или преампуляции по сотам определялось ваше расположение и посмотреть кафе, которое вас обручало. То есть такая юзерцентричная модель. Ну, наверное, это был один из ключевых моментов почему это хорошо передо рекламодателя. Уникальность идей, но об этом многоговорено и на других треках нашей конференции и вообще. все же если вы сразу не можете для себя выделить какие-то ключевые моменты, в чем будет отличие вашего продукта в мобильной версии. Год назад корреспонденте мы чуть неожиданно сделали эту ошибку попытавшись выпустить, но без той ошибки мы бы не пришли к новой версии какой-то более интересной. точка окупаемости тоже очень важна. Я сталкивался иногда с оппонентами, которые предполагали окупаемость например плюс 5 лет. Но это немножко необозримое на мой взгляд будущее для интернета. Интернет настолько быстро меняется, что по опыту стратегию ну не стратегию скажем так подобие стратегии более-менее спланировано. Есть смысл делать на полгода потом все-таки как в аджаре некий vision мы движемся туда взяли правильный вектор правильный курс но после будем корректироваться. Точка окупаемости обязательно нужно учитываться. Ну или это стоит для вас какие-то копейки как нам обычно 5 недель разработки версия АПП корреспондентов мы ничего не потеряли при видеопыта. Даймоди это тоже важно если вы готовы потратить 30 тысяч долларов в принципе все спасибо АПП Мелкий вопрос А новая версия подожди микрофон Новая версия корреспондента где она? Ее еще нет Я два слова буквально скажу почему ее нет из-за нашей реструктуризации мы выделили сейчас в UMH группу деловых изданий куда вошел корреспондент фокус новый форбс тоже скоро будет из-за того что немножко поменялись приоритеты из-за того что происходит прикировка команды идет реорганизация из-за этого те быстрые планы которые были они слегка струбились готова она была еще вверх Тарас Мишенка ITC-1 такой вопрос вы сказали что у вас нет мобильной версии приложения для попробовать эту функцию правильно есть идеи делать дело в том что есть Windows Mark версия корреспондент портал и очень качественно сделано то есть я понимаю она сделана сторонним автором разработчиком вы не поверите Android точно так же делается как вы относитесь к таким топ-вишкам со сторонним разработчиком вы планируете выпускать свой приложектор как-то говорить уберите свою версию до тех пор пока наш бренд не используется для генерации денежного потока куда-то налево мы наоборот таких разработчиков поддерживаем например тот человек который написал приложение под Android ну и его впоследствии на аутсорсе наняли для того чтобы написать приложение якорьевском деле был такой опыт сотрудничества мы не возражаем наоборот оказать какую-то поддержку если это интересные идеи мы с радостью принимаем за это можно да Михаил как хорошо знаете ли вы своих пользователей пользователей мобильной версии с точки зрения скажем регионов и доходности регионы более-менее понимаем как это распределено с доходностью все в этой стране очень сложно если вы откроете еще такие моусы и посмотрите сколько людей зарабатывают до 3000 гривен мы не ориентируемся на показатель доходности доходности иногда человек может потратить на айфон последний день не тратится последний тратится на чехол он может выбросить последний на эту покупку и как я упоминал я в Макдональдсе сам наблюдал двое солдат салтат как я обычная парни 18 лет не салтат другой с айфона я со своим родом такое тоже бывает и что касается регионов есть фактор x в лице салтат ну телеком из-за которого вообще очень тяжело пропускание рейтинга битмиром посчитать где какой регион у нас есть предположение я могу поделиться наверное в частном порядке на большую презентацию ну как на официальное какое-то мнение Киев здесь выглядит наверное как интернет 3-4 года назад все-таки подавляющее большинство это Киев просто из-за очень распространенность и трахим что нельзя таких видов спасибо Добрый день Евгений у меня вопрос из общей первых по сторонам пользователя и предложения вторых разработчиков будет моделизация первый сейчас вопрос хотелось бы иметь доступ к активам и я готов пользователей не рассматривали как вариант для создания классных основ базы чтобы скачивать предложение не только поиска не только уделяющих постоянных дизайнер а именно чтобы можно вы уточнил маленько архив вы имеете ввиду пдф версию нет именно разложена информация есть текущий номер но я могу обратиться к архиву и почитать что-то при этом заплатим я готов как пользователя текущий текущий номер вы знаете как лояльного пользователя я текущий номер я готов посмотреть сейчас но я так же готов платить не бесплатно за вас данные чтобы посмотреть вы знаете это исчезающий редкий интерес мы были бы очень рады учесть все интересы но к сожалению когда-то в какомедии был опыт с продажей подписки киевпост газета которая издавалась здесь и дистрибуция была в том числе в штатах в канаду местные тиражи по тогдашним меркам были огромные 25 тысяч и больше вы удивитесь я назову им число подписчиков как бы инсайдерской информации 300 человек 300 человек подписчики ПДФерси стоило на копейки вот это те люди которые искали что-то в архиве более того половина из этих подписчиков в команде поддержки писала вопросы я помню была статья какого-то журналист имя примерно такое за предыдущий год там найдите мне ее пожалуйста самую магнит вот точнее в каком году это было это если не я считаюсь четвертый или пятый год 3000 а можно уже общаться да Михаил Захарковев и вот я просто продолжение этого разговора насколько я понимаю надо изучать вы говорите о подписке на издание а задальше вопрос вы говорите о покупке контента одного материала немножко разная речь у нас у нас пока нету понимания как мы можем продавать материал массово и за счет этого что-то монетизировать но ограниченные доступы и конечно мы даже да ну мы думали например я не упоминал этого в презентации вообще в тдф листалках можно сделать тдф листалки есть наша целая компания издание издание 24 было здесь и дистрибьюция была в том числе например в штатах в канаду worldwide местные тиражи по тогдашним меркам были огромные 25 тысяч золбляров или больше вы удивитесь я назову вам число подписчиков этого же ну как бы инсайдерская информация мы задавали стилет бог с ним 300 человек 300 человек подписчики в тдферси стоило на копейки вот это те люди которые искали что-то в архиве более того половина из этих подписчиков в команде поддержки писала вопросы я помню была статья какого-то журналист имя примерно такое за предыдущий год там найдите мне ее пожалуйста я сам не могу найти вот точнее в каком году это было это если не ошибаюсь 4-й или 5-й год 2000 а можно уже общаться да Михаил Затарков или вы что-нибудь связались с домогательский контракт вот я просто продолжение этого разговора насколько я понимаю надо изучать вы говорите о подписке на издание а задальше вопрос вы говорите о покупке контента одного материала немножко разная речь у нас у нас пока нету понимания как мы можем продавать материал массово и за счет этого что-то монетизировать ну ограниченный доступ и да и конечно мы даже да ну мы думали например я не упоминал этого в презентации вообще в pdf листалках можно сделать pdf листалки есть значит целая компания издание издание 24 а я думал что вы говорите о журнале нет я говорю о приложениях для appstore регулярно тратятся деньги скажем так мы с ними не конкурируем а у них приложения наверное мне подсорить на то что они под ipad выпускают журнальные они регулярно делают издание раньше это было еженедельно теперь это стало раз в две недели понятно почему тем не менее расходы несутся и вот все эти ваши 30 тысяч долларов они уже пройдены и пройдены еще больше то есть платить каждый раз от долгого ну это наверное вопрос к автоцентру все таки наверное да а издательский дом автоцентр автоцентр действительно для своих изданий то есть то о чем говорил Павел это скорее версии сайта экспондент.нет для мобильных устройств автоцентр пошел в сторону для своих журнальных продуктов для еженедельников в сторону создания именно так называемых как вы говорите ПДР версии они не совсем ПДР то есть это то первоначально о чем вы говорили то есть существует велодопопродукты которые позволяют одновременно создание журнала создавать интерактивный журнал для мобильных устройств ну как бы в этой области мы достаточно далеко продвинулись и окупаемость продуктов очень быстро могу сказать так а вот очень быстро это не исчисляется годами это исчисляется месяцами то есть это продажа по сути дела медийной рекламы отдельно в версии для мобильных устройств по автобазару это другая история там как бы приложением является именно сайт это приложение для сайта а если не секрет журнал сколько людей скачиваешь ну за раз я могу ошибиться я не занимаюсь конкретно журналом автоцентра я занимаюсь автобазаром но по моему больше 2000 карты но тут важно не столько то что вы говорили это премиум аудитория то есть рекламодатель готов платить за такое количество размещенной рекламы в наших приложениях для нас это было спасибо есть ли еще вопросы к Павлу у меня вопрос очень простой вы упоминали структуризацию скажи пожалуйста какие цели вы поставили у вас какие у вас ожидания и какие первые заплаты давайте какое-то другое другое тема структура компании ВМХ это еще не тема может потом я готов рассказал потом расскажем но вопросы еще есть есть окей спасибо большое давайте поаплодируем как раз а 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